Подготовка к фестивалю начинается задолго до первого старта. Спортивные задания для участников – отдельный пункт в работе организаторов. Спортивный директор будущего Кубка России, а заодно и зрелищного мероприятия, известного всем нам, как «Небо России», Александр Маврин, в очередной раз летает над окрестностями, оценивает обстановку, подбирает удобные места для взлетных площадок и размещения так называемых крестов – пунктов выполнения спортивных задач. Активно исследуем, так сказать, зону для того, чтобы использовать ее 100% в качестве спортивной летной зоны. А так запланированы спортивные полеты 21, 22, 23, 24, 25. К сожалению, мы не сможем провести торжественных мероприятий, открытия и закрытия. Итак, наблюдать проплывающие в небе воздушные шары в фестивальном количестве мы будем в течение пяти дней. А вот полюбившихся всем открытия в Рязанском Кремле и закрытия с ночным свечением аэростатов, к сожалению, не состоится. В связи с эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия в городе запретили. В рамках фестиваля состоится все. Главный фестиваль – что это? Полеты. Полеты будут с 20 по 25 июля. Но мы летаем уже сейчас. Мы летаем в полях. Массового скопления народа не ожидается. Одновременно с этим мы не можем запретить людям наслаждаться красотой полета теплового аэростата как с земли, так и с корзины. Обязательно будем носить маски и перчатки. С 21 по 25 июля за час до утреннего и вечернего полета информация о точном месте старта будет выкладываться на страничках фестиваля в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Информировать будет и наша телекомпания. Также можно приехать на парковку ТРЦ Круиз к общему месту сбора. Время встречи утром 4 часа, вечером 17.30. И уже отсюда проследовать к месту старта общей колонной. Напомним, соблюдение дистанции и ношение масок обязательно.